Честно скажу, жаба задушила, увлажнение не поставила. То есть я многим рассказывал, вот буду откровенен со всеми, что если ты живешь в доме, пользуешься водой, моешь полы, пьешь, не знаю, все что угодно, жизнедеятельность такая происходит, не потребуется увлажнение. Каюсь. Был неправ. Слушайте, сижу, вот прям на глазах смотрю, мой идеально собранный дом начинает трескаться. А еще такие светлые стены, и появляются такие темные штучки. А я еще как раз тогда болел, да, нога у меня была, делать было нечего, я целый день катался на тачке и смотрел, где же у меня тут косяки какие, что нужно делать. Мы купили, мы померяем влажность воздуха, она была 14%, 14%. Купили такую большую установку, которая должна была что-то делать, она, по-моему, съедала литров по 20 воды, но ситуация не менялась, у нас не поднималась ни влажность. А вот, кстати, а брус упал до 4%, 4-5%. Естественно, он стал меньше по размеру, естественно, стали пошли трещины, и на меня это действовало, так вот, так неприятно было на все это смотреть. В общем, все эти установки не помогают, они, видимо, только паркет спасают, потому что влажный воздух вверх не поднимается, он попово ложится, и все. Это надо заливать, выливать, треск, шум, гам, в общем, не работают. И я все-таки перекрестился и решил систему вложения поставить. Дорогая штука, то есть мне на круг это вышло, по-моему, полтора миллиона рублей. Слава тебе, Господи, что мы делаем дополнительные каналы, потому что провести ее на втором этаже было без проблем, потому что на чердаке стоит система, мы пойдем наверх, посмотрите, что это такое, такая-такая серьезная штука, а вот провести ее на первый этаж, думал, будет проблема. Ну, мы нашли два канала, которые были свободны, там, освещение по лестничному холлу. Когда мы ее запустили, ситуация поменялась в корне. Влажность воздуха стала 45%, потом она подымалась, и постепенно дом стал оживать, он стал набирать. Во-первых, мы все восстановили, то есть еще есть один плюс деревянного дома, что вот эти все трещины буквально дня за три, за четыре были устранены, подкрашены, и ничего не видно. Но это передо мной стена, где была вся встреча. Ну, сижу, завтракаю, она просто вся была. Сейчас она вот уже на протяжении, сколько, месяцев восьми, ни одной. Если вы хотите сохранить дом, здоровье, делайте систему увлажнения, это не реклама. Мы просто в гарантийных обязательствах теперь пишем, что если влажность стен ниже 10%, мы уже ответственности за это не несем. Нужно просто человеку не просто объяснить, что это надо делать, а все-таки немножко как бы настоять на этом. Ну, каждый на свое усмотрение, но мы обязательно предупреждаем. То, что может многим нравится. Мне тоже дети говорили, пап, ну это же дом деревянный, ничего страшного, там трещинка одна, другая, какие проблемы? Систему увлажнения выбирали долго. Выбрали канадскую, тоже по причине она наиболее бюджетная была. Но могу сказать, с системой увлажнения тоже были приколы. Анализируя все, могу сказать, что не по причине какого-то некачественного оборудования, а по причине того, что они сами не знают, как это оборудование устанавливать. Да и никто не знал на тот момент устанавливать в деревянных домах, в загородных домах, где вода идет из скважины, то есть она очищается при помощи аэрации. Первое, нужно было поднимать давление воды наверху, чтобы она работала прилично. Она до сих пор, кстати, вырубается по той причине, что не хватает давления. То есть я сейчас что-то буду думать, ставить там какой-то аккумуляционный бак, там и так далее. А самая большая проблема, что когда вся очистка работает при помощи аэрации, то есть вы открывая воду в кране, вы видите, что там пузырьки такие, белая вода. Так вот эта белая вода, потом пузырьки начинают собираться в большие пузырьки, попадает в систему плунжерных насосов, который, основной агрегат, который стоит в системе увлажнения, и они выходят из строя. Эту проблему как решить, я теоретически знаю, но мы переподключились от скважины до воду, которая идет от нашего кооператива, от поселка, и эта проблема ушла. Но эффект, который она дает, потрясающий. Во-первых, и воздух, и приятно, когда такая прохлада идет. Чувствуешь сразу. Вот мои домашние сразу чувствуют, когда увлажнение по каким-то причинам отключается. Но только эта система, где впрыскивается водяная пыль, так сказал, воздух работает эффективно, все остальное не работает. Пробовали все. И вот сейчас смотрю и радуюсь, потому что ни потолок не рассыхается, ни стены не трескаются. Все в идеальном состоянии. Субтитры сделал DimaTorzok